Здравствуйте, это программа Дело и я, Юлия Прохорова. Официальный курс евро вырос сегодня на 21 копейку. С 13 мая он установлен на уровне 57 рублей 11 копеек. Курс доллара поднялся на 16 копеек до 50 рублей 99-91 копейки. Между майскими праздниками стоимость доллара падала ниже 50. Цена нефти росла, плюс на валютном рынке начало сказываться понижение ставки Банком России до 12,5%. Некоторые аналитики сразу заговорили о курсе доллара порядка 45 рублей. Другие уверены, что даже если мы и дальше увидим рост цен на нефть, то рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля не стоит. Какую стратегию в ситуации неопределенности выбирают инвесторы, об этом говорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях Максим Малетин, председатель правления инвестиционной компании IT-инвест. Здравствуйте, Максим, спасибо, что приехали в нашу студию. Майские праздники позади, особых потрясений для фондового рынка не было, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, вот сейчас все спорят, нужен ли вообще нам сильный рубль или в связи с политикой импортозамещения нам сейчас не так уж это и выгодно? Ну, вы знаете, я думаю, что с одной стороны очень важен баланс рубля, стоимости нефти, потому что это во многом связано с тем, как государство будет выполнять свой бюджет, фактически в какой стране мы будем жить. Безусловно, там каждому из нас на короткой перспективе, каждому гражданину так или иначе важен сильный рубль, потому что все-таки достаточно большое количество наших расходов привязано к стоимости валюты. Но при этом надо понимать, что в ситуации слаборубля во многом многие отрасли экономики проигрывают в конкуренции. И те, кто на фондовом рынке работает, те, кто следят за аналитикой, видят прекрасно, как в тот момент, когда рубль ослабляет, сразу начинают расти там, допустим, металлургические акции. Многие другие отрасли, которые в момент некоторого ослабления сразу чувствуют рост своей конкурентоспособности, своей продукции в разнице с другими странами, с Китаем и так далее. Вы понимаете, как специалист фондового рынка, на чем основаны прогнозы тех аналитиков, которые говорят, что если даже цена на нефть будет расти, то не стоит рассчитывать на укрепление рубля? Ну, я думаю, что прогнозы такого рода связаны, скорее всего, не с экономикой и с расчетом, а скорее с политической составляющей. Я думаю, что они закладывают больше именно какие-то геополитические вещи, считают, что политическая ситуация и то, что сейчас происходит в отношении к России, будут как-то на это влиять. Но я не склонен так сильно преувеличивать эту сторону. Я все-таки думаю, что баланс рубля, цены на нефть, он все-таки более важен. Ну, вот не так давно Wall Street Journal опубликовал стратегию ОПЕК, в их руках оказался черновик доклада этой организации. И согласно документу, даже если все пойдет по оптимистичному сценарию, к 2025 году цены не взлетят на нефть, не поднимутся выше, скажем так, 76 долларов за баррель. В худшем случае это будет ниже 40 долларов за баррель. Скажите, пожалуйста, я не знаю даже, насколько вообще могут вырасти цены на нефть, по вашим прогнозам, до 2025 года. Ну, я хочу поправиться, я, конечно, не нефтегазовый аналитик и скорее буду ссылаться, наверное, на лучших нефтегазовых. А мы сейчас всех спрашиваем, знаете, сейчас от этого зависит даже, мне кажется, ритейл. Я вас понимаю, я говорю, я буду скорее ссылаться, наверное, на тех аналитиков, которые глубже в этом, с кем я общаюсь и кого слушаю я, кого слушают инвесторы. Я думаю, что все-таки есть определенная себестоимость добычи нефти, и она находится выше этих значений, не только для сланцевой, но и для нашей нефти. И, безусловно, для того, чтобы как-то сыграть рынком, определенные страны, компании могут позволить себе некоторое время поработать в убыток, но это все равно не бизнес. И это слишком низкие цены. Хорошо, что сегодня движет инвесторами? Отток капитала из фондов, инвестирующих в Россию, ну, он немножко снижает, вернее, 300 тысяч, по-моему, за последнюю неделю было. То есть, ну, не такой большой, если большой показатель. Вообще, на основании каких факторов сегодня инвесторы принимают решения? Вы знаете, ну, если смотреть на приток фонда, отток фондов, то 300 тысяч за неделю, это, собственно говоря, на уровне стандартной погрешности плюс-минус. Если смотреть год назад, то в целом мы имели сальдо оттока, а если смотреть с начала этого года, то как раз примерно 300, это плюс. Приток, да. Приток, и если смотреть общее, то, несмотря на всеобщую геополитическую ситуацию, несмотря на много разговоров о крахе России и того, что нас разорвало в клочья, мы видим, что на самом деле мы имеем некий приток, слабенький, но, по крайней мере, мы не ниже нуля, по сравнению даже с прошлым годом, еще до того момента, как санкции, вся эта ситуация начала разворачиваться. А что движет инвесторами? Я думаю, что в первую очередь инвесторами движет недооцененность, существенная недооцененность российских активов, но надо понимать, что российский рынок все-таки не самый глобальный, не самый основной, и российский рынок, на нем хорошо работают те, кто его понимают. Вот те инвесторы, которые работают, я говорю вообще о международном, не о российских инвесторах, для которых он родной, которые понимают в первую очередь его и на нем работают, то международные инвесторы есть те, кто имеет фокус на Россию, кто понимает этот рынок, и они, безусловно, в него инвестируют. И происходят не только краткосрочные сделки на рынке, когда покупаются и продаются акции, вся история вот со сделкой из Шлюмберже, которая планировалась и так далее. То есть мы видим реальный интерес тех, кто все-таки экономику, здравый смысл ставит выше политики, понимает, что инвестировать сейчас понятно и интересно, тем более, что надо понимать, что все-таки мы страна, где крупнейшая нефтяная компания в мире, крупнейшая газовая компания. И, собственно говоря, вообще не самая слабая экономика в определенных отраслях. Я сразу вспомнила про Джима Роджерса, он, по-моему, здравый смысл ставит в угловую угла нашей экономики, не так давно, будучи в России, он сказал, что да, он посоветовал инвестировать как раз в российский фондовый рынок, в рубли, по некоторым позициям говорил, что да, пусть меня считают сумасшедшим, но я так и буду делать. И вот скажите, пожалуйста, среди иностранных инвесторов это единичная вера в наш рынок? Ну, я бы говорил не про единичную, я бы просто еще раз говорил о том, что есть инвесторы, которые смотрят, в принципе, на глобальные рынки, но так или иначе, каждый специализируется в какой-то своей отрасли, которая ему понятна. Кто-то специализируется в тех или иных странах, которые непонятны. Ну, очень простой пример, там, компания, в которой я работал, там, наверное, лет 10 назад, в то время открывала фондовый рынок Украины, который достаточно быстро рос, он давал большие доходности по сравнению с российским, и я для себя задал вопрос, а как вот, это же интересно, интересно такая доходность, так здорово. И тут я понял, что, несмотря на то, что мы говорим на одном языке, и то, что мы когда-то были частью одной экономики, я не понимаю их рынка, пока я в него не погружусь, им не займусь. При том, что это знакомые слова, это где-то вот рядом. Поэтому надо понимать рынок, в который заходишь. И российский рынок, но российский рынок имеет, бизнес в России имеет достаточно высокую прибавочную стоимость. Во многом она определяется рисками, которые с этим связаны. Год назад он был более понятен и предсказуем. Вы согласитесь или нет? Ну вот смотрите, насколько политизированность оценок, политизированность опросов влияет на принятие решений инвесторами? Тот же Блумберг, он сказал, какой был опрос. Россия названа худшим местом в мире для инвестиций на ближайшие 12 месяцев. Наряду с Бразилием, Китаем, а лучшее место это Европа. Насколько данные опросы вообще, среди кого они проводятся? Вы понимаете, тоже возьмем пользователи Блумберга. Они сидят по всему миру, и безусловно, их много в странах с развитой экономикой. Естественно, если их в среднем опросить, наверное, про российский рынок знают, понимают не такое большое количество участников. Некоторое время назад мои коллеги проезжали по одной крупной азиатской стране по очень большому количеству компаний, занимающихся управлениями активами, большими активами. И разговаривая про российский рынок, понимали, что даже слово «Газпром» не все понимают. Поэтому, что говорить о большом количестве пользователей Блумберга, для которых действительно, при таком, в принципе, достаточно политизированном и безответственном опросе, прозвучит, конечно, Россия и рынок не очень понятный. Ее назовут меньшее количество. Но если посмотреть этот опрос, я тоже взглянул, когда понял, что, наверное, мы его заденем. В общем-то, позиция России в нем выросла. То есть гораздо больше людей советуют смотреть на Россию. И в целом для России этот опрос Блумберга оказался положительным. То есть на самом деле пользователи Блумберга увидели, что наш рынок в последнее время, несмотря на все политическое давление, несмотря на всю ситуацию, наш рынок растет. То есть он неплохо рос. Это опрос Блумберга. А что касается рейтингов, суверенных рейтингов России? Вот, например, на настроения азиатских инвесторов они повлияли? Ну, мне сейчас сложно говорить. Я на текущий момент не специализируюсь по азиатским инвесторам. Вы просто упомянули азиатских инвесторов, Газпромы. Кстати, вот китайский догонок, он был очень лоялен в своих оценках как раз по Газпромы. Они сильно отличаются. Ну, понимаете, если говорить про рейтинги, рейтинги, безусловно, важны для тех, у кого инвестиционные декларации, кто ограничен своими инвестиционными декларациями, кто согласно этих деклараций имеет право покупать только те бумаги, которые находятся в рамках определенных рейтингов. Это да. Но, опять же, возвращаясь к тому, что те, кто понимает этот рынок, кто не сильно ограничен подобными декларациями, они понимают, что рынок недооценен, бумаги недооценены, и они гораздо с большим интересом, с большей уверенностью заходят в этот рынок и понимают, что азиат здесь гораздо больше. Вот в феврале была, кстати, по февралью была последняя статистика, иностранные инвесторы сократили вложение в облигации федерального займа на 40 миллиардов рублей. Это вот результат подобных рейтингов? Вот сейчас в моменте, ну, я думаю, что да. Как правило, да, это, в первую очередь, сувенирные бумаги, это сказывается на фондах. По оттоку капитала, вы с какими прогнозами согласны? Прогноз мэр, он говорит о том, что в этом году он сократится по сравнению с предыдущим годом, это будет 110 миллиардов где-то. ВЭП в своих оценках не так оптимистичен. Ну, вы знаете, я такие макрономические прогнозы там не делал, наверное, как-то бы... Да, ситуация показывает, что мы примерно находимся плюс-минус где-то на одном уровне. То есть мы видим минус 300 в неделю, плюс 300 в неделю, плюс 300 за квартал или за полгода, минус 300. То есть последний не год, а гораздо больше мы находимся примерно в такой ситуации. Я думаю, что больших, ну, если не произойдет каких-то катаклизмов, там, всем понимаем, что мы все фантазируем, что, наверное, не дай бог может произойти. Но если этого ничего не произойдет, то я думаю, что с точки зрения оттока капитала ничего не спится. Вы знаете, помимо этих каких-то глобальных катаклизмов, происходят вещи, которые очень существенно оказывают влияние на инвестклимат. Например, Ремис, известный инвестор, которого не пустили в Россию, один из известных зарубежных портфельных инвесторов. Сегодня Госдума должна была обсуждать уголовную ответственность за сотрудничество с нежелательными иностранными компаниями. Такие вещи, они же не улучшают. Вообще, мы что получаем в итоге? Гарантированную безопасность или все-таки это удар по инвестклимату? Вы знаете, ну, вот здесь, на мой взгляд, я не знаю деталей, то, что должно обсуждать Госдума, честно говоря, не вникал. Но мне кажется, что есть такая вещь, как протекционизм для собственного рынка. А Россия в определенных секторах на самом деле не очень вела политику такого протекционизма для своего рынка. Фондовый рынок, на котором я давно работаю, долгое время очень активно смотрел на западного инвестора и делал очень многое для того, чтобы западному инвестору быть интересным, привлекательным, чтобы западный инвестор пришел. Хотя, если вспомнить, в начале, в 90-е годы западный инвестор шел на этот рынок, который вообще не соответствовал ожиданиям, потому что было интересно. А про отечественного забывали, и что самое замечательное, что в течение последнего года, наверное, усилиями с двух сторон, и со стороны профсообщества, и со стороны, наверное, регуляторов, происходит процесс, когда снова начинают обращать внимание именно на внутреннего инвестора. Потому что, мне кажется, что вот это важный момент. И если то, о чем мы говорим, я просто боюсь классифицировать не в деталях, есть просто одна из ступенек к протекционизму для собственного рынка. То, что делают многие другие страны с развивающейся экономикой, это поддержки собственного инвестора, защита развития его, как базы для прихода потом и западных инвесторов, и как основа для стабильности рынка, это замечательно. Если это защита государственных интересов, потому что мы не располагаем всей информацией, а возможно, то это тоже замечательно. А если это, как иногда проскакивают... Даже не о подробностях, я вот хотела вас как раз подвести к эффективному инструменту поддержки внутреннего инвестора. Вот, например, снижение ключевой ставки, решение, которым было принято Центробанком 30 апреля. Это эффективный инструмент поддержки. Ну, вы знаете... Постепенно, не именно снижение 30 апреля, а вообще постепенное снижение ключевой ставки. Если говорить о том, чтобы... Ну, понятно, что у конечных инвесторов на самом деле есть достаточное количество денег, количество, достаточное количество активов, которые можно инвестировать. Мы видим это по статистике депозитов, там, и по информации от знакомых банкиров о том, как заполняются ячейки. Безусловно. И то, что основной инструмент инвестирования для простого российского гражданина сейчас, это депозит коммерческого банка, это, наверное, не очень правильно. И, наверное, снижение ставки, которое повлечет и снижение ставки депозита, наверное, это один из шагов к тому, чтобы повысить привлекательность инвестиций, к тому, чтобы инвестор подумал, что помимо того, чтобы просто положить в банк под проценты и думать ровно о надежности банка и читать новости от ЦБ, у кого-то звали лицензию, он должен думать еще и о другом, о более эффективном размещении. Но это только один из шагов, а его одного недостаточно. А какие варианты есть у гражданину этого? Индивидуальные инвестиционные счета, почему так медленно продвигается их внедрение? Понимаете, индивидуальные инвестиционные счета, они все-таки рассчитаны на как раз тех потенциальных инвесторов, которые никогда в этот рынок не приходили, не инвестировали. Все-таки требуется время, чтобы люди поняли и приняли, узнали. Но, к сожалению, сейчас, кроме брокеров, которые продвигают биржи, которые продвигают индивидуальные инвестиционные счета, большой активности нет. И существующих клиентов, тех же управляющих компаний. Вспомним, фактически сейчас многие участники рынка просто используют возможности индивидуальных инвестиционных счетов, связанные с налоговыми льготами для построения неких схемных продуктов. Помните, в свое время была IPO-ВТБ, когда вся страна, и когда струящаяся гостиница «Москва», реконструировавшаяся, была затянута напротив думы огромными рекламными баннерами, какое количество людей шло в IPO-ВТБ. На самом деле, то, что сейчас государство предложило в качестве индивидуальных инвестиционных счетов, это абсолютно, я бы сказал, исключительная вещь. Но такая вещь была в Америке, такая вещь была в Великобритании. Это действительно то, что подтолкнуло людей к инвестированию. Это то, что позволило перевести часть денег, лежащих в банках на депозитах, к более активному размещению. И это действительно и налоговые льготы, и некая компенсация риска, который несет инвестор. Но вопрос, сделав этот шаг, государство уже пожертвовало определенными потенциальными налоговыми сборами, сделало очень большую вещь. На мой взгляд, если сейчас не сделать оставшегося, если не помочь населению далекому от рынка, тому, кто не общается с брокерами, потому что те, кто общается с брокерами, все и так понимают. Да, и они постепенно и перекладывают свои текущие деньги на индивидуальные инвестиционные счета, что и происходит. А вот совершенно к другим пластам потенциальных инвесторов, если государство обратится, это, конечно, будет замечательно, и тот инструмент, который задуман, он сработает. Возможно, что это будет хорошим толчком для рынка, и не только толчком вверх, но еще и неким укреплением его базы. А что касается самих брокеров, им нужна поддержка государства? Не так давно, месяц-полтора, была озвучена идея, что ЦБ будет кредитовать брокерские компании под залог ценных бумаг. Единственное, в отличие от банков, будет заключаться в том, что это будут экстренные случаи и под более высокие проценты. Ну, вы знаете, поддержка государства нужна всем. То есть простой ответ на вопрос. Ну, не скажите. Многие говорят, не надо мешать. Вернее, не нужно помогать, лучше не мешайте. Нет, здесь, безусловно, такой, ну, это скорее вопрос даже к инфраструктуре, чем к государству. Безусловно, когда правила игры постоянно меняются, очень сложно, потому что ресурсы тратятся не на развитие бизнеса, не на попытку сделать там какие-то интересные инструменты для клиента, а не попытку работы с клиентом не вот на работу фронта, а на работу бэка, когда ты перестраиваешь систему отчетности, когда перестраиваешь учет и так далее, и так далее. И, конечно, когда вот таким образом происходит поддержка, то, конечно, это мешает, осложняет работу. Но в целом, безусловно, там поддержка нужна. И кто же от поддержки отказывался, тем более от государственной? Это получится как список 20 системных значимых банков, вернее, 20 семей банков для декапитализации, нет? Нет, безусловно, наверное, каждый мечтает, чтобы помогли именно ему. Ну, или еще там двоим-троим, как иногда бывает, а остальным нет. Но это так, это на уровне шутки. На самом деле, я думаю, что рынок сформировался, и он, конечно, сейчас и без особой поддержки, только если его бить не будут, он будет жить, он будет работать. Но в целом, конечно... Нехватка ликвидности – это сегодня основная проблема для брокерских компаний? Вы знаете, да, я бы не сказал. Что уже и нехватка такая есть, да? Нехватка ликвидности ощущалась, причем не у всех брокеров, вот... Я просто, да... В те, по-моему, осенние дни, я уже даже немножко точно не скажу. Хотел, да, обсудить, просто с вами тоже еще одну инициативу ЦБ об снижении достаточности капитала до 15 миллионов рублей на время у нас уже не остается. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в гостях был Максим Малесин, председатель управления инвестиционной компании «Утиинвесты». Я Юлия Прохорова. Смотрите РБК. Утро делового человека не может обойтись без хорошего завтрака. Мы подскажем, как получить заряд здоровья и бодрости на весь день. Вкусно и быстро. Полезный завтрак. По четвергам 8.05.